Добро пожаловать в библиотеку филиала номер 7 имени Валентины Андреевны Кученковой. Она является информационно-досуговым центром молодежи. Друзья, предлагаю вам небольшую экскурсию по библиотеке. Я расскажу вам о семи чудесах седьмой библиотеки. Не так давно был обновлен наш вестибюль. Бежевая расцветка стен была заменена на оригинальный цвет лосося. И мы заметили, что это повлияло положительно на впечатление посетителей от общего вида нашего учреждения. Оригинальный информационный уголок при входе дает всю необходимую информацию и одновременно украшает помещение. Может кто-то не знает, в нашей библиотеке большой популярностью пользуется букросинг. Это зона свободного обмена книгами. Любой желающий приносит сюда свою собственную прочитанную книгу и берет ту, которая ему понравилась. Это международное общественное движение любителей литературы. Наши читатели так полюбили этот уголок, что иногда кажется, он живет сам по себе. Почти каждый час книги обновляются. Иногда мы даже не успеваем отслеживать это движение. О нашем букросинге знают во всем городе. Важная часть пространства в этой зоне фито-дизайн. Интерьер с использованием растений. Большинство цветов дарят преданные читатели. Кстати, известно, что комнатные растения влияют на здоровье, оказывают психологическое воздействие, улучшают воздушную среду обитания. А еще они способны снимать стрессы и улучшать настроение всех присутствующих. Надеюсь, настроение улучшилось. Продолжим. Из вестибюля ведут две двери. Одна в читальный зал, другая на абонемент. Во всех залах библиотеки работает Wi-Fi и созданы все удобства для того, чтобы с пользой провести время. Мы прошли на абонемент. Здесь книги и журналы можно брать для чтения домой. Конечно, на определенный срок, на две недели. Здесь все строго. Вам предлагается огромный выбор литературы на любой вкус. Фонд библиотеки насчитывает 63 тысячи экземпляров. Попадая сюда первый раз, наверное, можно растеряться, что выбрать и где выбрать. А все просто. Нужно лишь понять, как все расставлено. В этом помогают заголовки и надписи на разделителях. Если возникают трудности, помогают библиотекари. На нашем абонементе всегда есть наши любимые читатели. Мы с ними дружим. По их словам, они приходят сюда не только за книгами, но и за общением, как к близким людям. Есть постоянно действующие выставки на абонементе. Есть и кратковременные. Например, такая, как эта – «Книга-фаворит». Читателям предлагается книга, которая на данный момент актуальна. Она может быть посвящена конкретному событию, знаменательной дате, юбилею писателя. Например, сегодня предлагается роман с говорящим названием «Библиотекарь». Найдется литература по любым увлечениям, но значимая часть фонда, конечно, художественная литература. Детективы и фантастика, любовная и историческая, краеведческая и духовная. В разных уголках абонемента каждый для себя найдет увлекательное произведение. А теперь, друзья, прошу в читальный зал. После проведенного ремонта открылось обновленное пространство читального зала. Через большие окна можно заглянуть с улицы внутрь и наоборот. Мягкий кожаный диван, удобные пуфики, открытые стеллажи, столы-трансформеры, отсутствие перегородок и громоздкой мебели – все это позволяет посетителям отвлечься от повседневной суеты и погрузиться в мир книги и отдыха. В просторном читальном зале проходят презентации, встречи с творческими людьми, краеведческие часы, музыкальные вечера для молодежи и незабываемые ежегодные библионочи. После ремонта мы провели зонирование. Это позволило создать более комфортные условия для читателей. Итак, давайте посетим наши уютные уголки. Например, уголок релаксации, где на мягком диванчике можно отдохнуть, познакомиться с новинками литературы, почитать свежую прессу. В библиотеке оборудована особая полка – книга с автографом. Здесь собрана литература, подаренная читателям библиотеки от самого автора. Например, книги с автографом, Евгения Яковлева, Андрея Кружнова, Юрия Мещерякова, Елены Луканкиной и многих-многих других. У окна оформлена специальная компьютерная зона. Посетителям библиотеки здесь оказывается бесплатная юридическая помощь, можно воспользоваться интернетом, поработать за компьютером. Оказываются и некоторые платные услуги – распечатка с флеш-носителей, ламинирование, брошировка, сканирование документов, ксерокопирование. В читальном зале создана оригинальная зона для проведения экспресс-интервью с интересными людьми города. Это очень увлекательная задумка и, кстати, первое интервью у нас уже состоялось. Стало хорошей традицией устраивать в нашей библиотеке яркие выставки-экспозиции, похожие на мини-музеи. Каждая инсталляция по-своему уникальна, началось все с далекой выставки «Мы рождены в СССР», потом была к 40-летию романа Анна Каренина, потом к 200-летию Тургенева, недавно была посвящена повести Кэролла «Алиса в стране чудес» и уголок музыкальных инструментов. Такие экспозиции неизменно вызывают интерес у горожан и положительно влияют на имидж нашего учреждения. Выбрав курс на молодежную аудиторию, свои проекты мы делаем яркими и неординарными. Уже целых два раза «Седьмая библиотека» побеждала в конкурсе Михаила Прохорова новая роль библиотек в образовании. Реализовались незабываемые проекты для молодежи «Учитель и библиотека» и «Английский бульвар» по книгам о Гарри Поттере. Получены гранты 300 тысяч и 174 тысячи рублей. Приобретены ноутбуки, большой телевизор, цветной принтер, ламинатор, брошировщик, планшеты, система усиления звука, фотоаппарат, видеокамеры и многое другое. Такая оснащенность библиотеки способствует успешному проведению мероприятий на современном уровне. Наша библиотека носит имя краеведа Валентины Андреевны Кученковой. Труды Кученковой – это бесценный вклад в летопись Тамбовщины. Более 20 книг, написанных ею, занимают достойное место на полках Тамбовских библиотек. Работы Кученковой изучаются в школах и вузах Тамбовской области. У нас организованы ежегодные кученковские чтения, где собираются историки, писатели, краеведы, работники культуры и студенты. И мы планируем продолжать эту интересную работу. О проведенных и предстоящих встречах в нашей библиотеке мы сообщаем на нашей страничке ВКонтакте. Следите за новостями. Библиотека номер 7 имени Валентины Кученковой рада всем посетителям. До встречи!